Владимир Дяткинский приезжает в Каликино за водой уже пятый год. Для удобства подсыпал ямы на спуске с шифером. Но местным жителям такой ремонт пришелся не по вкусу. В итоге шифер чуть было не полетел в лобовое стекло авто инициативного горожанина. Глава администрации не могла и не имела возможности засыпать это. Так я и решил привести, как бы сказать, сам и проявить инициативу. Но хозяйка вот это делал от каверзы. Вот на каком основании она положила это бревно на проезжую часть. Она тут всегда была. Ну вот как он. Я его выбросил туда сегодня, в кусты. Ну вот. Так вот, если человек делает, благоустраивает проезжую часть, проезжую часть, а другая пакостит, колейность делает. Взаимные обвинения озвучиваются наперебой. Причем местным жителям ситуация видится совсем по-другому. Нас топит весной и летом. Такие дожди идут. Под дом течет вода у нас. Я прокопала сюда, чтобы нас не топили. Это канава, это вы сами? Да, это ее рукотворная работа. Молчи. Я там все прокопала и она потекла сюда. Под нас текла. Мы весь дом сгнуили, можно сказать. А сейчас мы дом немножко подремонтировали. Я не намерена, чтобы второй раз сгнуить дом. Едет как хозяин. Интересно, мы тут живем, Анка хозяин. Ему, видите ли, грязно тут ходить. А нам не грязно после этих машин ходить тут. По мнению Веры Николаевны, как хозяева ведут себя все приезжающие за водой. Громкая музыка в машинах, мусор после визитеров, пенсионеров не радуют. В идеале для них и вовсе закрыть проезд, создав зеленую зону. Но такой план не устраивает и администрацию поселения. Дорогу эту перерыть нельзя, так как дорога общего пользования идет через населенный пункт и по правилам пожарной безопасности, также для проезда такси, скорой помощи. Дорогу необходимо закрыть, мы ее не можем. Есть в поселении еще один нерешенный вопрос. Узкие улицы. Возник он скорее по вине самих же сельчан, поставивших забор вплотную к дороге. В результате зимой полноценно расчистить путь, не сломав ограждение, получается с трудом. Сейчас проблема решается. Скорее всего, хозяевам придется отодвинуться и снести часть построек. Что касается истории с рудничком и подъездом к нему, скорее всего, она будет иметь продолжение. Уж очень решительно настроены обе стороны. Возможно, лучшим вариантом решения конфликта станет парковка автомобиля на пригорке возле спуска, чтобы в следующий раз сельчанам не пришлось браться за шифер. Наталья Черногорцева, Антон Карев, Новости провинции.